всем привет есть очередные интересные и некоторые интригующие новости события и заявлений поговорим о интересных ситуациях в германии и в мире так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом ваших соцсетях и давайте к делу и так в германии канцлер олаф шольц продолжает терять поддержку то время как критики правящей коалиции глава христианско-социального союза маркус зёдер и сара вагонхнек наоборот набирают популярность об этом сообщает издание шпигель лишь чуть более четверти немцев оценивает работу правительства как скорее хорошую или очень хорошую тогда как около 70 процентов дают негативную оценку одна из возможных причин недовольства людей правительством давно уже всем понятно и это вопрос миграции среди двадцатки влиятельных политиков германии федеральный канцлер олаф шольц в декабре больше всего потерял поддержку он опустился на 14 процентных пунктов и рейтинг его одобрения составляет всего 30 процентов также это касается и министра иностранных дел германии аналена бербок которая потеряла 4 процента поддержки и среди министра внутренних дел германии нэнси фазер которая также потеряла 4 процента поддержки среди министров правительства шольца лидерскую позицию сохраняет глава минобороны борис писториус его поддерживают 55 процентов населения тогда как общее первенство в рейтинге у президента франка вальтера штанмайера 60 процентов а вот набирают популярность так это критики федерального правительства среди которых премьер-министр баварии и лидер христианско-социального союза марку зёдер у него рост составил 7 процентных пунктов и уровень поддержки составляет 48 процентов а у экс-представительницы левых сары ваганхных которая занимается созданием собственной партии рост еще больше аж 8 процентных пунктов то есть уровень поддержки вырос до 38 процентов кстати напишите в комментариях ваше мнение согласны ли вы с таким рейтингом или нет чтобы подтвердить или опровергнуть результаты этого опроса дальше в германии громко обсуждают протест фермеров которые приехали на тракторах штутгарт на демонстрацию которая привела к ряду перебоев в движении на этот раз фермеры не просто приехали на сельскохозяйственной техники но и органическое удобрение уже привезли хотя протест был в основном мирным по данным полиции штутгарте было более двух тысяч тракторов фермеры дали конкретно понять что ждут реальных положительных решений от правительства из их стороны уступок никаких не будет а тем временем незадолго до рождества профсоюз верди призывает забастовки различной продолжительности секторе розничной торговли по всей германии как сообщает биль коллективный спор в сфере розничной торговли продолжается уже много месяцев и неоднократно сопровождался забастовками профсоюза профсоюз верди требует повышение зарплаты как минимум на два с половиной евро в час во всех сферах розничной торговли и заключение трудового соглашения сроком на один год но в зависимости от федеральной земли есть и другие требования в общем как подчеркивает биль забастовкой накануне рождества профсоюз хочет усилить давление в ходе текущего раунда коллективных переговоров а это может привести к увеличению очередей магазинах и к еще большему стрессу во время финальных рождественских покупок дальше много интересных моментов касательно интервью министра обороны украины рустема умерова изданию биль который призвал украинских мужчин за границей для того чтобы возвращались в украину воевать а потом в украинских сми появились разъяснения от минобороны что бильд много чего перекрутил в этом интервью но хоть бы что там не крутили или крутили в министерстве юстиции германии заявили четко что потенциальные планы украины мобилизовать своих граждан за границей не будут иметь практических последствий для украинцев германии министр юстиции германии марка бушман заявил заставлять людей выполнять воинскую повинность или проходить военную службу против их воли это не наш случай мне трудно представить как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках учитывая что согласно нашей конституции граждане германии не обязаны этого делать против их воли по словам бушмана наоборот хорошо что военные беженцы из украины были приняты в германию в несложной процедуре и получили возможность работать германия пытается добиться того чтобы больше людей из украины получили работу и меньше жили на деньги граждан в общем германии четко все сказали что украинцы должны работать в германии они брать оружие в руки и идти воевать а вот в немецкой оппозиции наоборот поддерживают призыв украинских беженцев германии на военную службу эксперт по внешне политическим вопросам оппозиционного христианско-демократического союза германии рода рихтизе ветер поддержал идею призыва украинских беженцев германии на военную службу в украине по словам политика в германии из украины из-за российской агрессии выехали около 200 тысяч пригодных к военной службе украинцев по его мнению недопустимо чтобы эти мужчины отказались поддерживать свою родину поэтому немецкое правительство должно помочь украине привлечь их к военной службе или территориальной обороне киз ветер пояснил что речь может идти не о депортации украинских мужчин из германии но им можно было бы например урезать социальные выплаты но идем дальше и министр внутренних дел германии нэнси фэзер заявила что опасается повторение новогодних беспорядков и нападений на экстренные службы в берлине и других городах по словам главы мвд в этом году власти готовятся к потенциальному насилию больше чем прошлом она выразила обеспокоенность что новогодняя ночь может снова стать днем когда мы будем вынуждены пережить слепую ярость и бессмысленное насилие в некоторых городах частности против полицейских или экстренных служб как заявила нэнси фэзер такие дни как новогодняя ночь мы наблюдаем общий рост насилия и конечно мы должны очень внимательно следить за опасностью смешивание этого с радикализацией которую мы сейчас наблюдаем в свете конфликта на ближнем востоке а вот следующая интересная новость из соединенных штатов америки в средствах массовой информации опубликовали что война в украине приносит выгоду китаю и все это благодаря дешевой российской энергии в обход санкции введенных западом которая помогла китайским заводам конкурировать на мировых рынках то время как их конкуренты производители в других странах особенно в германии столкнулись с более высокими затратами на электроэнергию в общем очередное сообщение что санкции введенные западом против россии не работают вернее они работают но не против россии а против самого запада и последняя новость премьер-министр венгрии виктор орбан на ежегодной пресс-конференции заявил что принял приглашение президента украины владимира зеленского провести двустороннюю встречу видимо будут обсуждать предложение переговоров о перспективе вступления украины в европейский союз кстати также орбан в отношении украины заявил что если мы хотим выделить деньги украине то во первых давайте не будем выделять их на пять лет потому что мы не представляем что случится через шесть месяцев так что давайте установим разумные сроки второе мы должны посмотреть на размер поддержки от соединенных штатов америки третье предложение даже если мы даем деньги мы не должны выделять их из общего бюджета и наконец это не должно быть общим решением вот такие новости на данный час давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео уверен что вам есть что сказать подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока